Правовое воспитание в регионе стало темой для обсуждения участников круглого стола, посвященного 25-летию Конституции Российской Федерации. Инициатором проведения выступила Ассоциация историков Нинецкого округа. Депутаты окружного собрания, руководители департаментов администрации, сотрудники правоохранительных органов, руководители образовательных учреждений и студенты собрались для того, чтобы осудить основу формирования правовой культуры в современном обществе. Мы сейчас все понимаем, что в рамках 25-летия Конституции Российской Федерации мы эти мероприятия проводим. И поэтому нам как раз есть все основания для того, чтобы подвести итоги той работы, которую мы провели за истекший период и обозначить перспективные задачи. Необходимо внедрять активные формы работы по повышению правовой культуры молодежи. По мнению собравшихся, крайне важно сформировать у подрастающего поколения мотивацию к получению и углублению правовых знаний. Площадкой для такого глубокого изучения права может стать созданная при поддержке уполномоченного по правам человека в Нинецком округе Арктическая школа права. Мы представляем себе возможность сделать Арктическую школу права как площадку, как ресурс для развития индивидуального потенциала Нинецкого автономного округа. Достигнуть цели возможно лишь при грамотной организации работы по повышению правовой грамотности школьников и студентов, при всесторонней поддержке педагогов и родителей. И сегодняшний круглый стол – первый уверенный шаг в этом направлении. Чтобы это стало нормой выполнять закон так, как он должен действовать, а не так, как я хочу его писать сам. И поэтому, начиная, конечно, с детского сада, со школы, затем родительская общественность, молодежь, то есть огромный охват такого правового поля, уход от определенного правового нигилизма, он, конечно, должен быть. Итогом работы круглого стола стала резолюция с рекомендациями департаментом и руководителем образовательных учреждений. На ближайшем заседании Ассоциация окружных историков ее еще раз обсудят и дополнят новыми пунктами. Впоследствии документ станет своеобразным планом для дальнейших действий в воспитании правового сознания у подростков.